...свою невежество. Но желание, когда он такой скептик крутой, желание всегда есть. Ну ладно, а теперь, пока уже набрались вопросов, начнем с вопросов, которые уже пришли. Ну здесь спрашивают, не знаю, все ли читали, последняя глава, которую я выставил по поводу второго тома. Это не глава, а раздел. По поводу того, как черным легко воспользоваться эволюционным перекосом. Ну вы знаете, грубо говоря, хочется сказать, что все хорошо, все замечательно, ребята, но не могу. Зачем ходить далеко? Могу привести такой забавный пример. Кто-то, может, был, кто-то нет, кто-то смотрел, кто-то слышал. В марте месяце проводил семинар, где на сцену выбирал тесты людей, и выходили, и я кое-что показывал, что можно сделать человеком, его вывести на другие качественные уровни. Слышали, наверное, да? Кто-то видел и слышал. Что же вы думаете? Ну я три дня был, семинар три дня, я четко говорил, что это, так сказать, необходимо знание и т.д. и т.п. и подобное. Что возможности, которые проявлялись на сцене, необходим потенциал, который вы сами еще не сможете создать, и так далее, и так далее. Я просто обеспечил, чтобы было все. Что же мы видим? Очень многие после этого кинулись лечить сразу. Мозги перестраивать другим, выводить их в космос, воевать в космосе, на других уровнях, понимаете, да? Результат по мозгам все получили, кто вылазил. И потом пишут, что спасите, помогите и т.д. Вот и пожалуйста, казалось бы, объяснял все четко и ясно. Но прежде чем черт возьми, да, кое-что возможно. И говорил, что эти возможности заблокированы, не развернутся тогда, когда вы накопите необходимый уровень знания и понимания. Без этого ничего не будет, будет только минимальное. И если будете неправильно использовать, то все это свернется очень быстро. Такая программа стоит. Черт возьми, ну неужели? Ради дурости люди готовы потерять то, что им дали возможность такую. Для того, чтобы на пять минут покрасоваться. Но, к сожалению, в этом виноваты люди вокруг, которые увидели, что они были на сцене, и некоторые вещи происходили с ними весьма любопытные, тут же кинулись к ним, а вот ты скажи, что у меня как, а полечи меня, приведи в порядок и т.п. И эти люди, вместо того, чтобы, хорошо, давай я сначала изучу, какая у тебя проблема, взять книжки, хотя бы иметь представление, где у человека находятся мозги, где почки, где там что еще другое. Нет, этого не делали. И сразу вперед, ну, вперед, все, мы же готовы. Если компьютер, да, человек, который не умеет пользоваться программами, и он будет забивать гвозди, пользу будет от такого компьютера? Ну, можно забить гвозди компьютером? Ну, несколько раз забьете. Смотря какие. Маленькие, может быть, большие. Правда, неудобно забивать, очень неудобно. Ну, можно. И все. Но потом компьютер будет очень хороший для его основного предназначения, да? Точно. Понимаете, вот вы говорите, вот, пожалуйста, пример. Объяснял людям, что необходимо долго и тщательно работать, трудиться, нарабатывать понимание, прежде чем что-то вообще делать. Особенно в лечении человека и так далее, и так далее. Ведь лечение человека – это ответственное дело. Человек, который берется что-то делать с другим человеком, это ответственность, потому что жизнь и смерть стоят иногда за этим. И вместо того, чтобы взять книжки и почитать, а вот я вижу, а что я такое вижу? Конечно, в книжках не все, но, по крайней мере, то, что анатомия и физиология наработала, по крайней мере, как органы выводят их структуру и какие функции они выполняют, что они могли выяснить. Выяснили, и без этого знания невозможно понять. Зачем даже далеко говорить. Помните, кто видел на сцене, там вышел парень, скажите, что у меня с легкими? Я говорю, ну смотрите на легкие. Посмотрите на легкие. Ну чем отличаются? Вот правая, левая легкая отличаются. Чем? Ну куда же подсказки? Это, знаете, как-то в анекдоте про медицинских студентов. Приходит, ну это советские времена анекдот, поэтому молодые могут не знать, но посмеяться могут. Ну, стоит два скелета и сдает анатомию студент. И преподаватель спрашивает, вот у нас два скелета, вы можете сказать, кто из них кто? Ну, два скелета, они отличаются, при этом. Ну, думайте, ну кого вы так хорошо знаете? И студент отвечает, неужели это Карл Макс и Фрингер Хенгельс? Понимаете? А смысл того, что стоит скелет женщины, стоит скелет мужчины. Понимаете? Хотя в основном оно все одинаково, но есть некоторые отличия, которые, как говорится, медик должен по скелету сразу отвечать, где скелет женщины, а здесь скелет мужчины. Вот такой примерно подход. Вот. И здесь, я понимаю, что человеку далекому это вещи, но увидеть, не увидит, что там в одном месте вообще легкого нет. Понимаете, да? А в другом оно есть? Это вопрос. То есть человек не смотрел вообще, куда нужно. То есть он не понимал, куда он и зачем смотрит. Вот представьте, разве может такой человек или другие, которые в не лучшем состоянии находятся, идти и кому-то еще лечить. Могут? Но они берут. Вот, пожалуйста, вот демонстрация наглядная, что несоответствие человеческого сознания тому, что у него есть в руках. Понимаете? Поэтому, к сожалению, почему, вы думаете, почему я говорю, что сначала, чтобы человек, нужно, чтобы человек было понимание. Потому что, как говорится, мозги перестроить, это не так сложно для большинства, ну, для большинства, для большинства людей. Но вот понимание, что возникло, на это выйдут, может быть, десятки лет. Но почему-то люди не стремятся получить понимание, не стремятся подникнуть о смысле происходящее, а сразу пытаются уже делать. Потому что они чувствуют себя, ого, уже, так сказать, знаете, расправившие речи, уже себя на трон посадили, сидят, как суперлюди. А что же не сделали? Еще ничего не сделали. Получили только подарок определенный, который они еще пока ничем не заработали, а только подарок. И вместо того, чтобы взять и использовать этот подарок, использовать, вот так по-глупому гробят и себя своими подарками, и тех, кто к ним обращается. Поэтому, вот вопрос насчет того, что, что, ситуация делает, перекос, эволюционный перекос. Эволюционный перекос, видите, может не только быть межрасовым, скрещивания, когда возникает, как говорится, метисация, когда дверация смыкается. Потому что, нравится, для того, чтобы было понятно, понимаете, вот некоторые вопросы проходят, и я буду обращать на них внимание тоже. спрашивают, потому что, в России кривых зеколах эта книга, посвященная прошлому, философско-исторический аспект. Я не могу в этой книге втеснуть то, что, допустим, сущий разум, неодавно вселенная, тогда для этого пишется отдельная книга, поэтому я ставлю ссылку. Более подробно смотрите там-то, более подробно смотрите там-то. Но люди, опять-таки, за этот вопрос, который уже отвечен, книжки, допустим, сущий разум, последнее обращение человечества, сущий разум или ниодного вселенной. Но идти, взять книжку, почитать не хочется. А зачем? Понимаете, я для этого и написал эти книги и разделил их так, потому что, если все вместе смешать, бросить, то вообще человека будет сложно воспринимать. Поэтому, так вот, несколько разделили на книги. Поэтому здесь ситуация такая, многие вопросы, можно понять, вот, допустим, перекос. Вот, если сущий разум почитайте внимательно, я описываю формирование сознания. Это, конечно, не прямой ответ на вопрос, но, если внимательно почитаете, вы поймете, что, когда информацию человек получает, то эта информация, которая откладывается на других уровнях, меняет и нашу генетику. Ну, конечно, рога не вырастает и хвосты не отрастают от этого изменения, но химические изменения в хромосомах происходят. И вот, в зависимости от накопления этой информации, хромосомы накапливают в себя информацию, поэтому и рождающиеся дети умнее своих родителей чаще всего бывает. Правильно? Поэтому идет рост, потому что передается к эволюционному накоплению следующим поколениям и на уровне сущности, и на уровне генетики. И то, я ввел понятие эволюционного числа, это очень удобный термин, позволяющий понять, что если раса существовала, допустим, миллиард лет, и выжила, и прошла определенные этапы эволюции, и она накопила определенные, так сказать, качества, то на уровне генетики качества, они, конечно, не активны, но не существуют. И теперь, если раз, другая, молодая раз, которая, ну, существует, допустим, 50 миллионов, 100 миллионов лет, она тоже накопила, но генетические эволюционные уровни отличаются. И вот теперь мы получаем соединение с одной стороны и с другой. Что мы получаем? Внутри одного организма одна половинка несет уровень одного генетики, качественного уровня, другая, другая. Вот мы имеем уже внутри человека. Это эволюционный перекос внутри человека, который возникает при межрасовом смешении. И это не значит, что все просто туши свет, как говорится, бросая гранату. Это означает, что при таком уже наличии в человеке на уровне генетики перекоса, паразитическому систему гораздо легче его взять под контроль. Это разумное существование щели, бреши большой в его систему защиты. Потому что два уровня, они не различаются. То, что наши предки, вот я начал писать как вы поняли, но еще дальше будет, то, что наши предки решили так сказать, провести, как-то смягчить результаты такого перекоса, они стали давать знания, но уже кое-что вы прочитали, что китайцам приходили, обучали, индусам, индейцам, американским и так далее. Там все интересно, главное, что для этого специально нашел, что касается легенд, не славяно-арийских, что сказал, а, это вот написал какой-то дурак и считают, что все должно быть правильно. Я нашел легенды древнекитайские, древнеиндийские, древнеиндийские, американские индейцы, чтобы разделить, согласно которым все подтверждается, что написано в славяно-арийских ведах. Потому что действительно то, что описано в те же самые древнекитайских летописи, даже уровень написания летописей говорит о многом. То есть описание человека, который не знаком ни с чем, то есть просто наблюдателя, который видит, что происходит в небе. То есть уровень развития китайской цивилизации на момент катастрофы был весьма невысокий, желтый раз. Потому что описание того, что они написали, соответствует детскому саду. То, что славяцкая логерейских ведах описывается процесс на уровне знаний космических масштабов. А в древнекитайских легендах излагается с детского сада с ясенной группы. Как ребенок смотрит на небо, вот все, повернулось, небо повернулось, вот там то-то-то-то-то, звезды поменяли свои места и так далее. То есть непонятие, то есть они не понимали, что происходит, не понимали причины катастрофы, а просто стали свидетелями катастрофы. Так же, допустим, мы сейчас сидели, вдруг что-то раз произошло и мы увидели и не понимали, что это происходит. То есть сами китайцы дураки, они кричат, что европейцы варвары, да, белые расы, так же кричат? Они долгое время считали и считают до сих пор, что европейцы варвары. Но получается в своих же древнекитайских легендах и хрониках описано, что именно белые люди пришли и обучили их тому, что не умеют. А они были на весьма высоком уровне развития. Но не в этом дело. Вот наши предки пришли и стали их обучать. Дали им знания, дали то-то. Тем же самым китайцам, индусам и американским индейцам. Американским индейцам, немножко проще сказать, почему. Там не было таких катастроф, потому что изолировано было долгое время. Но что пришло, что те, кто пришли обучать, ушли. Потому что несмотря на то, что они учили их прекратить жертвоприношение человеческие и так далее, жестокости, они так и остались на том уровне. И они ушли. Сказали, не готовы, мы к вам вернемся. К сожалению, для тех же самых американцев и индейцев последняя запись о том, что мы вернемся, стали причиной того, что их потом действительно покорили только не боги уже, которые их обучали. А уже потомки этих богов, которые забыли, кто они есть вообще, то есть испанцы-португальцы, конскадоры, пришли. Вы не в курсе, может кто-то не знает, но то же самое инки имели миллионную армию. Понимаете, да? И для инков умереть в бою было честью. Так вот, представьте мушкет в то время. Один выстрел, да, он может повалить несколько человек, но зарядить его нужно перезарить несколько минут и высадить несколько сотен, ну, несколько тысяч. Да этот миллион бы снес к чертям собачьим в один момент. Почему это не произошло? А потому, что когда они увидели белых людей, а испанцы хоть и смуглые, но все равно белые, да, и португальцы, увидели, а это боги вернулись наказать нам за наши грехи и вели себя как овцы перед, как говорится, жертвоприношениями. Пока они сообразили, что к чему, было уже поздно. Вот это сыграло злую шутку с ними. Но в следующем, в следующем разделе я буду писать, какую злую шутку сыграло для наших предков то, что они бычили китайцев. И напомню, о последнем линии это заключение мирного договора между Древним Китаем и Древней Славянно-Родинской империей Асии, Великой Асии. После того, как была продолжительная война, когда Арамия, как мы называли тогда, напала на наших предков и пыталась захватить. И разбили их и подключили мирный договор. Вот к чему привело того, что китайцам были преданы знания, те, которых они не заработали. Понимаете? Вот все больше убеждаюсь, что пока человек не дошел сознанием до определенного уровня, это значит, что ребенку дать чемоданчик президента с ядерной кнопкой красной копкой и сказать, что не нажимай кнопку никогда. Что будет с кнопкой в следующий момент? Ребенок ее нажмет. Понимаете? Поэтому я все больше убеждаюсь, даже от своего собственного опыта, что действительно человек сначала должен понять, он уже созреть внутри, чтобы получить какие-то возможности. Иначе это будет катастрофа еще худше, чем вообще без чего. Поэтому те, кто рвутся, чтобы получить сколько приходит к письму, вот пристойте мне, я согласен мозги. Я не против. Можете заочно сделать, по фотографии. Будьте добры. Я буду делать только хорошие дела. Вопрос, для того, чтобы делать хорошие дела, чтобы понимать, как это хорошие дела делать, что и с чем, и как едят. Потому что даже в том же самом лечении, ну, скажем так, я, по крайней мере, довольно-таки неплохо знал анатомию, физиологию еще со школьных времен и изучал дополнительно материалы. То есть на уровне, как потом выяснилось, то, что изучал на уровне вторых-третьих курсов университета медицинских и биологических факультетов еще в школе для себя лично. То есть основное понятие анатомии, физиологии, которое было известно в то время я знал. И то, зная более мне хорошо, когда я начал что-то работать с людьми, я не шаблонно подходил, вот я все знаю, я начал изучать явления. Каждый раз подходя по-новому. Ну, кто читал мою автобиографию, описывал, это не буду повторять. Понимаете? А тут люди ни пельмеса не знают, ни анатомной, физиологии, ни черта не знают, а в период оно само сделает. А что, компьютер что ли делает работу, да? Если человек отдать компьютер, он скажет, а ну компьютеры, давай, я хочу, чтобы за меня книжка написалась, да? Все иллюстрации нарисовались. Это не печь имели, правильно? Которая выполняет желание, и не щука, и не другое. Все нужно быть готовым и так далее. Поэтому отвечаю, пользуюсь возможностями, не буду я делать ни заочно, ни по телефону, ни по фотографии, ни киперестроек. Потому что человек сначала должен доказать, что он готов к этому и что он достойный. Поэтому, когда я говорил, но это многие считатели не присутствуют, что вот когда было собрание, съезд, учреждающее движение, я говорю, что будет сначала проходить школа, где будут люди сначала фундамент получать представление, вот когда они пройдут, когда освоят все, когда придет время. Вот после этой следующей ступени уже те, кто прошли, будут проходить вторую ступень, где они будут, поняв вещь, пытаются ее применять. И это тоже далеко не все пройдут. И так далее, и так далее. Это будет несколько уровней, пока человек будет получать то, что будет перестройка мозгов и тому подобное. Потому что это не шутки, это действительно опасно, и в первую очередь опасно того человека, который сам делает. Он может сам себе говорить так, что мало не покажется. Следующий вопрос. Тут много вопросов, я отвечу на один. Если в людей внедряется сущность, астральные животные, через разрушенные структуры, то после смерти этих людей что происходит с сущностями, что происходит? Сущность их оставляет или совсем съедает? Вот поясню. То, что... назыв praедит? хрень, хрень, терем